788-9016 это звонки. Я хочу сразу сказать, звонков очень-очень много и многие звонят и многие, конечно же, хотят сказать, вспомнить про Марину Саоткину, которая вчера скоропостижно скончалась в Риге. Я напомню, со мной в студии Давид Шехтер, пресс-секретарь Сахнута и Роберт Ивяев, экс-депутат КНЕСТа от партии Кадима. А сейчас у нас есть еще запись, ранее мы общались с Цепеливни, представитель партии Атнуа, будущий министр юстиции, которая также есть что сказать у него о Марине Саоткиной. Когда Арик Шарон назначил меня на пост министра абсорбции, он порекомендовал мне одну, дал мне один совет, отличный совет. Он посоветовал мне поговорить с Мариной Саоткиной, он говорил о том, что он ее очень уважает, она умная женщина, она сможет мне помочь. Марина была моим заместителем на этом посту, я очень многому от нее научилась. Она научила меня понимать нужды отдельных алимов, будь то матери-одиночки или взрослые люди. Она объяснила мне, насколько разнятся взгляды, понимания старожилов и алимов. Марина Саоткина, доктор экономики, и все же она работала социальным работником, можно сказать, заботилась о каждом, как будто это был ее родственник. Мы спорили порой, и Марина говорила, но на моей улице, думаю, так-то и так-то. Ей очень важно было упоминать эту свою улицу, эта улица, улица новых репатриантов из бывшего Советского Союза. И она постоянно говорила от лица этой улицы, говорила о том, что требуется для этой улицы, как нужно помочь этим людям. Удивительная женщина. Марина умела стоять на своем, она не только была доброй душой, не только помогала всем, она действительно помогала, вместе с тем умела говорить резко, умела спорить, умела стоять на своем. И работала от всего сердце, поддерживала от всего сердце, и мне посчастливилось пользоваться ее поддержкой. И выступала, с другой стороны, с резкой критикой, не думая о политкорректности. Она шла до конца во всем. Мы ее любили, и ее будет нам не хватать. — С Шароном действительно у Марины была какая-то такая особая связь, с точки зрения лидер-депутат, она очень возлагала большую надежду на Шарона. Именно Шарон ее привел в Кадиму, то, что мы слышали, говорит Цепелемни. — Да, да, это совершенно верно, тем более, что, вы знаете, Марина, она всегда, она не была вот правым человеком, она была такой левый центр. — Она была Исрая Балия, она всегда говорила. — Да. — Когда я спрашиваю, в какой партии Исрая Балия, как-то уже давно не существовала. — В Кадиме были разные, как бы, был крайне правый Юра Штерн, был левый Промб, он был, мы на левый центр. И она пошла к Шарону, которая тогда считалась очень правым. Почему? Потому что она говорит, что это лидер, это человек, за которым можно идти, на которого я очень сильно полагаюсь. Если он что-то решает, делает, так он знает, что он делает. И это было еще, понимаете, я просто хочу рассказать историю, ну, буквально несколько дней тому назад я с ней общался. И она мне рассказала, что она собирается написать книжку, что одна из таких больших проектов, когда она выйдет из политики, она сядет и напишет книгу про становление первой русской партии. И, вы знаете, я очень обрадовался, потому что этой книги действительно не хватает, она была с самого начала там внутри, у ней были просто горы материалов, которые она хранила, она ничего не выкидывала. И она была талантливым писателем, если бы она эту книгу бы написала, и она знала всех, и знала все, то это была бы действительно такая энциклопедия, которая нам всем была бы очень понравилась, чтобы понять, что с нами происходило, как все это становилось. Книга уже не будет написана, я не знаю, кто сумеет это потом написать. И еще одна история. Вы знаете, в Висерболе были Прамерис. Ну, и там все, естественно, бегали. Какой год это был? Это был 99-й год. Были Прамерис, все, там было много кандидатов, было несколько тысяч человек в центре, бегали, ну, как всегда, понятно, Добрия это знает. А Марина не бегала. И я ей сказала, Миночка, а что такое? Она сказала, я 4 года работала, мои дела за меня, я не буду никому доказывать. Все это и так знают. И действительно, она получила четвертое место, не бегая, не убеждая, поскольку все знали, что она сделала, как она помогала. И за нее отдали свои голоса. Такая же она была и на Праймерисе в Кадиме. Точно такая. Вот Давид сейчас все это рассказывает, как будто я вижу сейчас Праймерис, которые происходили в Кадиме. Она никуда не бегала, никого не убеждала. И тоже получила. Она знала 10-е место. У нас есть еще один звонок. Завелик Лейнер, представитель комитета воинов, ветеранов и партизанов, сейчас с нами. И он тоже хочет вспомнить. Марина Саундкина, пожалуйста. Алло. Вы нас слышите? Да, 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 я Завелик Лейнер, да, председатель Оливьевского окружного комитета союза воинов и партизанов и войны против нацистов. Я хочу сказать, что то, что сделала Марина Саундкина для инвалидов войны и для вдов инвалидов войны, это цены не имеет. Благодаря Марине Саундкиной значительно улучшилось материальное обеспечение инвалидов войны, вдов инвалидов войны. Она всегда была для нас отличным другом. Ей было присвоено звание почетного члена нашего союза, нашим президентом, генералом, бригадным генералом Романом Ягелем. Она была нашим проводником в Кнессете. Никогда не было отказа нам во встрече с ней. В последний раз я имел счастье, буквально счастье, поздравить ее с днем 8 марта, 6 марта. И мы еще говорили, что мы еще поработаем вместе. Это для нас большой удар. Я выражаю соболезнование искренне семье, близким, всем инвалидам войны и вдовам инвалидам войны с такой тяжелой для нас потерей. Мы никогда не забудем почетного члена нашего союза Марину Саундкину. Завелик Ленинер, председатель комитета воинов и ветеранов, большое вам спасибо за эти теплые слова. А сейчас у нас есть на прямой связи председатель Сахнута, Натан Шаранский, который также стоял у истоков вместе с Мариной Солодкиной, у истоков создания русской партии, русскоязычной партии «Сарьба Алия». Добрый вечер, господин Шаранский. Добрый вечер. Вместе с Мариной Солодкиной вы стояли у истоков, можно сказать, всей русской политики в Израиле. Сегодня, когда все говорят о ее жизненном пути, что бы вы хотели бы отметить? Мне трудно себе представить, что Марины нет. Казалось, она совершенно так долго, как есть «Илья», будет «Марина». Когда мы с ней вместе шли в Кнессет и создавали партию «Сарьба Алия», мы, я, Юлия Эльштейн и другие считали, что она у нас будет как бы представителем Алии. Пока мы работаем, она учится, подучит иврит, получит определенную закалку, и тогда тоже будет работать. С самого первого дня она показала нам, что такое работа в Кнессетте. Она не искала славы, она не искала влияния, она не искала власти, она понимала, что она в Кнессетте для того, чтобы помогать людям. Она получала больше всех писем, больше всех обращений, потому что она на них на все отвечала. Не было такого часа дня либо ночи, когда она не была готова немедленно отправиться на помощь людям. Не было такого дела, которое было бы ниже ее достоинства заниматься. Марина, наверное, сделала больше, чем кто-либо другой, для того, чтобы укрепить нашу Алию, поддержать нашу Алию, сделать ее жизнь в Израиле полноценной. Мне трудно поверить, что ее с нами нет. Это был Натан Шаранский. У нас еще есть один телефонный звонок. Александр Калантырский, представитель Союза ликвидаторов чернобыльцев. Александр, пожалуйста. Спасибо. Прежде всего, разрешите мне от Союза ликвидаторов, всем близким, родным, Марины Солодкиной, пожелать пережить эту действительно боль. Я узнал об этом сегодня в час ночи. Мне приходит сообщение, так подписанное. Это был какой-то неожиданный болевой удар такой силы, что я до сих пор не могу прийти в себя. Мы сегодня провели селекторное совещание со всеми членами Совета нашего Союза и вспомнили, какой это был человек. Она помогала нам на всей стадии. Наша Амута провела два законопроекта, авторами которого были Штерн, Нудельман и Софа Лангвер. Но мы каждый раз по любому вопросу могли обратиться в любое время и получить достойную помощь. Это большая потеря. Не только для нашего Союза ликвидаторов, мне кажется, а для всей Алии. Мы очень грустим об этом неожиданном для нас ударе. Я думаю, что необходимо где-то... Ну, уже говорила Софа Бейлина, и мы, конечно, будем поддерживать это дело, чтобы улицу в Аштелоне назвали ее именем. Этот человек оставил большой след в интеграции нашей Алии. Светлая ей память. Спасибо, Александр Николаевский. И Емляпухом. Спасибо вам. Спасибо. Вы хотели добавить что-то по поводу личного, когда было в Академии? Продолжение того, что сказал Александр Калантырский в плане законопроектов. У меня есть один законопроект, которым я очень горжусь. Я вам просто хочу вкратце рассказать, как он все-таки проходил этот законопроект, чтобы бюллетени и лекарства писались в том числе на русском языке. Я его подаю в первый раз. С Мариной мы всегда сотрудничали в этом плане. Она тоже была подписана. Коалиция его успешно проваливает. Подаю его второй раз. Из-за денежных каких-то разногласий? Нет. Там вопросы другие. Там вопросы чисто политические. Коалиция его опять проваливает. Я подаю его третий раз. А всегда ты его подаешь, надо снова подписать людей, которые его поддерживают. В данном случае Марина. Марина тогда мне сказала, так, Роберт, спокойно. Что тебе важно? Тебе важно, чтобы законопроект прошел? Я говорю, ну, конечно. Тогда сделай по-другому. Ты сейчас меня не пиши. Подойди к ребятам с коалиции и пусть они тебя подпишут. Как Марина сказала, вот так вот законопроект и прошел. То есть ей не важно было, чтобы ее было именно в этом законопроекте. Ее важно было, чтобы идея, неплохая идея, она прошла. То есть она мне четко и ясно сказала, Роберт, вот ты на меня не пиши. Подойди к ребятам с коалиции и пусть они тебя подпишут. Но вы же были в одной партии, получается, такое интересно. Это как, она кого-то раздражала, видимо, наверное. Нет, нет, нет. Или просто боялись, может быть, ее силы. Просто в определенной ситуации, когда ты подаешь какие-то законопроекты, нужно уметь сотрудничать с представителями из коалиции. То есть я, как новый депутат, еще об этом не знал. И кто мне об этом подсказал за счет своего, так сказать, авторитета, это, в принципе, Марина. То есть я хочу сказать, ей абсолютно не всегда было важно, что ее имя висит под каким-то законопроектом. И важно, чтобы эти идеи продвигались. Вот такую, наверное, Марину мы, в принципе, запомним всегда. Я так понимаю, что сейчас Министерство национальных дел занимается всеми вопросами. То есть завтра наверняка уже будет понятно. И, собственно, семья пока еще не знает, когда будет прощание с Мариной Солодкиной. Адвич Эктор, пресс-эктор Сахнута, Роберт Ивияев, прошлый депутат Статпартии Академии, большое спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы вместе вспоминали. Конечно же, спасибо вам, что вы звонили. Такой грустный день сегодня. Грустный, надеюсь, что будет лучше. Уже завтра программа «Контакт», как обычно, будет в эфире в 19.30. Завтра мы ожидаем церемонию присяги нового правительства, 33-го правительства, 3-го правительства, не Таньягу. Все это будет завтра. Все подробности, конечно же, здесь в 19.30. В студии программы «Контакт». Спасибо, что вы звонили, спасибо, что вы смотрели. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова